Маски становятся все лучше и лучше, Пандемия коронавируса определенно сыграла положительную роль в развитии одного из видов гаджетов, которые защищают людей. Просто мы так везде пытаемся найти положительные моменты. Вот, к примеру, смарт-маска Уитби. Она точно лучше обычных тканевых и многих моделей респираторов с жестким или полужестким каркасом. Маска Уитби, в отличие от многих продуктов-конкурентов, прозрачная. Есть прикрепляемый компонент лицевой панели и уникальный модульный вентилятор. Маска поставляется с фильтрами ProVail из нановолокон. Они достаточно тонкие, чтобы улавливать мельчайшие частицы и даже вирусы. При этом фильтры многоразовые, их можно промыть или простерилизовать паром. Самая интересная фишка Уитби — модуль вентилятора, который защелкивается на передней панели. Он проталкивает воздух через передний фильтр, чтобы создать давление воздуха внутри маски. Вентилятор работает на одной зарядке в течение 8 часов. Производитель утверждает, что их маска идеальна для тренировок, бега трусцой, а также для пожилых людей, которым трудно дышать через маску. Уитби влагоустойчива. Её прозрачный дизайн позволяет использовать разблокировку смартфона по лицу и даёт свободу дышать чистым воздухом, а также быть защищённым, при этом не скрывая своё лицо тканью или пластиком. Кроме того, это позволяет обмениваться улыбками с близкими и друзьями. Сквозь туманное видение. Такое бывает, или точнее будет. Учёные из Стэнфордского университета разработали технологию, которая позволяет видеть сквозь облака и густой туман. Система работает по принципу, который используется в датчиках автономных транспортных средств. Но технологию усовершенствовали. Можно реконструировать трёхмерные объекты, скрытые за туманом или облаками. В ходе опытов учёные смогли восстановить формы, затенённые трёхсантиметровой пеной. Сенсоры устройства улавливают отдельные фотоны, которые проходят через пену и отскакивают назад к специальному детектору. Технология призвана помочь автомобилям, к примеру, при навигации под проливным дождём или в тумане. Всё это также может быть использовано для медицинских исследований. Игры-эволюция. 40 лет истории виртуальных забав в одном ролике. На конференции Microsoft Ignite показали короткий, но информативный ролик, в котором можно проследить, как развивалась графика игр. Демонстрация создавалась на примере Microsoft Flight Simulator. Это детище редмонской корпорации показывает отличный пример того пути, который прошла индустрия видеоигр. Microsoft Flight Simulator — это одна из самых популярных игр в жанре симуляторов. Её история восходит к истокам всей игровой индустрии. Первую версию выпустили для IBM PC в ноябре 1982 года. Сейчас, в 2020, Flight Simulator 2020 — это невероятно реалистичный игровой мир. На примере кадров с первой версии симулятора для RGB-мониторов, но в монохромном режиме можно убедиться, насколько сильно изменилась компьютерная графика за несколько десятилетий. Да и география полётов была не слишком широка. Игрок мог путешествовать на Cessna 182 между четырьмя городами в США. В Flight Simulator 2.0 была поддержка джойстика и значительно улучшена графика, добавлены новые локации и типы самолётов. Постепенно игра становилась всё интереснее, а графика всё лучше. Добавлялась случайная смена погоды и меняющиеся пейзажи. В версии под Windows 95 повысили частоту кадров и значительно расширили парк самолётов. Следующая модификация — Flight Simulator 2000, вышедшая в 1999 году. Окутана тайной, так и нерешённой спецслужбами. Высокая детализация и реалистичный интерфейс по одной из версий помогли в тренировках террористам, которые направили захваченный Boeing в башне Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Microsoft Flight Simulator X от 2006 года стала финальной перед длительным почти на полтора десятка лет перерывом. За это время выпустили несколько модификаций последней версии. А в этом году, наконец, представлена новая версия Microsoft Flight Simulator с фотореалистичной графикой и картами, максимально приближенными к реальности практически всей земной поверхности. В разработке большей части ландшафтов принимала участие нейронная сеть. По прогнозам аналитиков, для получения полноценного эффекта от игры Microsoft Flight Simulator 2020 геймеры в ближайшие три года потратят на апгрейд компьютеров до 2,6 миллиарда долларов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok